Во Владикавказе отметили 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. По традиции в столице республики прошел парад, который открылся маршем пеших колонн. Для каждого участника Парада Победы пройти строем 9 мая – особая честь. Мы чувствуем, конечно же, минуту скорби со всей России в этот момент, так как в наше время выполняется операция, спецоперация, и многие не могут увидеть, что мы переживаем в это время. Мы мысленно находимся и там, и здесь, поэтому для нас большая честь, гордость пройти здесь, на площади Свободы 9 мая. На смену пешим колоннам на площадь выдвинулись образцы военной и специальной техники Вооруженных сил России. С праздником Победы жители Северной Осетии поздравил глава республики Сергей Миняйло. В памяти участников Великой Отечественной войны живы воспоминания, как встретили долгожданную Победу в мае 45-го. Сколько радостей и слез принесла она всем жителям страны. Весть о Победе была в радостных слезах. Не только я, все люди радовались, пели песни, смеялись, друг друга целовали, обнимали и поздравляли с Днем Победы. Жили в Гизеле. Всю ночь в городе шла стрельба. Народ сполошился в тревоге. Днем вышли на дорогу. По дороге шла грузовик, машина. Наверху в кузове стоял мужик. В одной руке шапка, другой держался. И все время кричал. Война кончилась. Война кончилась. Народ уже не знал, что делать. Кто плакал, кто танцевал. Эту картину описать сегодня очень тяжело. И кто был этот человек? Кто вот первый принес радостную вещь в село, остался в истории неизвестным. Александр Пагаев прошел всю войну. Воевал на Западном фронте, участвовал в боях под Ленинградом. Фронтовик вспоминает, какой высокой ценой досталась победа. Эту победу мы добывали с трудным путем. Четыре с лишним года мы ждали этой победы. И все же дождались. Помните своих участников, близких, которые рядом с вами живут, которые с вами рядом жили. Если их нет, чтобы в бессмертном полку они прошагали. После парада жители Северной Осетии прошли по главной улице Владикавказа с портретами своих семейных героев. Многие вышли на площадь целыми фамилиями. Здесь неполное количество героев нашей фамилии, большинство из которых сложили свои головы на полях войны. А лично нашей семьи касается моего отца, деда, тех, в те годы молодых ребят, которые, не жалея себя, отстаивали свободу, независимость не только советского государства, но и всего мира. С каждого портрета глядят лица тех, кто ковал победу, отстаивал мир. Многие домой так и не вернулись, заплатив за победу собственной жизнью. Хабалов Махарбек Александрович, старший брат Хабалова Ахшарбек Александрович. Ахшарбек не дожил до победы ровно один месяц. У меня в руках портреты моих других дядь. Хабалов Асламбек Габациевич, он был во Власовском полку и попал в плен. В 44-м году его сожгли в газовой камере лагеря Ламсдорф. А это Дулаев Урусхан Цоцикович, который ушел на фронт разведчиком в 13 лет. Он ушел партизаном, дошел до Берлина, вернулся с сыном. Дай Бог, чтобы наши дети никогда не познали горечь войны. Дай Бог счастья и мира всему миру. Портрет моего дедушки, участник Великой Отечественной войны, участник первого парада победы на Красной площади. Всю войну прошел, был ранен, даже должны были ампутировать ногу, но он не позволил и этим самым встал в ряды и продолжил свои боевые действия по защите отчизны и Родины. Здесь в строю бессмертного полка плечом к плечу идут несколько поколений. Дети, внуки и правнуки знают о подвиге воинов. С гордостью рассказывают о тех, кто на фронтах и в тылу, как мог приближал долгожданный праздник. Это наш прадедушка Пагив Александр. Сегодня мы пришли на бессмертный полк, чтобы почтить его память. Он ушел на фронт, оставил пятерых детей и вернулся только через семь лет. Акция «Бессмертный полк» полюбилась жителям Осетии. Многие люди принимают в ней участие ежегодно, приходят целыми семьями. Я иду с портретом своего отца и младшего брата Амбалов Суслан Харитонович и Амбалов Сергей Харитонович. Ну, по-стински хусиновичи они. Они прошли войну от начала до конца, до 45-го года. Пришли с войны раненые. Они были за мир во всем мире, за то, чтобы люди жили спокойно и радостно, чтобы росли вот эти правнуки, чтобы было очень хорошо всем. В этом году во Владикавказе в шествии бессмертного полка приняло участие порядка 18 тысяч человек, более 40 тысяч в целом по республике. Каждый год, а почему нет, как говорится, это наша гордость, наша память и боль. Это праздник, который нас объединяет, все население Российской Федерации и не только, весь бывший СССР, ну и людей, которые за мир во всем мире. Из Северной Осетии на фронт ушло более 90 тысяч человек. Каждый второй не вернулся с поля боя. Поэтому здесь помнят и чтят память каждого, кто боролся за мир. И каждый год со слезами на глазах проносят портреты героев Великой Отечественной войны. Елена Смирнова, Александр Суанов, 15-й регион. Продолжение следует...